Добрый день! Меня попросили рассказать о всех биньянах и всех мешкалях на примере одного корня. Я напомню вам, что биньян в иврите – это схема построения глагола. Глаголы в иврите строятся по определенным схемам. Мешкаль – это схема построения существительных, прилагательных и других часть речи. Так как глагол в иврите – это вещь очень условная, то можно считать, что схемы построения глаголов – это тоже разновидность мешкаля. Поэтому будем считать, что мы говорим сегодня о мешкалях. Но мы не можем говорить о всех схемах, потому что много десятков схем. И мы поговорим только об основных схемах. Этот материал предназначен для изучающих иврит на всех уровнях. Мы начнем с тех, кто на начальном уровне, а потом я перейду к чистой теории. Я сразу же предупрежу, и, наверное, потом я буду еще несколько раз об этом говорить, что слова, которые мы будем рассматривать на всех уровнях, кроме начального, – это теоретические слова. Таких слов нет. То есть это слова, которые, если бы мы их встретили в тексте, как бы мы их перевели? Или, вот если мы по схеме, например, построим это слово, как мы могли бы его понять? Для чего нам это нужно? Потренироваться. Потому что в иврите, на каком-то этапе, все, кто изучают иврит серьезно, они понимают, что если нам знаком корень, если мы понимаем смысл корня, то по схеме построения слова, если мы узнали корень, скорее всего, мы догадаемся, о чем идет речь, даже если это слово мы встретили впервые. Даже если мы точно не знаем, как оно произносится. Мы сможем по структуре этого слова, зная корень, его перевести. И вот сейчас мы проделаем такое упражнение. Вспомним все ранее изученные схемы построения слов. Начинаем с начального этапа. Я беру корень, гешер, три буквы в корне, гиммель, шин, рэш. И для тех, кто на начальном этапе, мы сталкиваемся, всего у нас здесь три слова, с которыми мы можем столкнуться. Глагол мега-шер, мега-шер, это пи-эль, делает так, чтобы получился смысл корня. Смысл корня в слове гешер, гешер это мост. То есть мега-шер делает так, чтобы получился мост. Это либо наводит мосты, то есть строит мост, может быть, мега-шер, возводит мост. Или это же слово, глагол, может у нас использоваться и не как глагол. То есть это и мешкаль в том числе. Биньян, он в том числе и мешкаль. Медиатор. Кто такой медиатор? Это тот, кто способствует приходу сторон к взаимопониманию до суда. Это юридический термин. Он как бы примеряет стороны, которые ведут юридический спор или судебный спор. Мега-шер наводит между ними мост. Как бы соединяет их, чтобы они пришли к взаимопониманию. И от глагола мега-шер мы строим существительное действие по схеме, стандартная схема. Гишур. Мега-шер наводит мосты. Гишур – это наведение мостов или медиация. Юридический термин. И все слова сводятся по известной уже нам схеме. Например, как медабер разговаривает, дибур – разговор. Или, например, мэ-вашэль – варит. Бишуль – процесс, варка. Мэ-ха-пэс – ищет. Хипус – поиск. И так далее. То есть, если то, что я сейчас говорил, и вы на начальном уровне, вам показалось незнакомым, зайдите в каталог начальный уровень, найдите схемы построения слов, словообразования в иврите, и почитайте все, что там есть, я рекомендую. А сейчас мы переходим к среднему и продвинутому уровню. И я еще раз особо подчеркиваю, что основная масса слов, которые мы сейчас будем рассматривать, они чисто теоретические. Их нет в словарях. Они не существуют. Мы их рассматриваем, как будто бы они есть. Как будто бы есть слова, которые строятся по каждой схеме. Итак, сначала глаголы. Биньяны. И эти же глаголы являются существительными. То есть, мы их рассматриваем и как мешкали, как схемы построения существительных. Я беру первое слово «гешер», это у нас смысл этого корня, мост. Я беру глагол «мегашер», который мы уже рассмотрели, такой глагол существует. «Мегашер» – это наводит мосты. И от него пассивная форма, глагол «пуаль», «мегушар». И это будет наведенный о мосте, построенный мост, соединенный мостом. Или там, который пришел к взаимопониманию, если это в юридическом смысле рассматривается. И не исключено, что это слово уже в юридической литературе используется. Потому что есть глагол «мегашер», вполне возможно, что есть глагол «мегушар». Я никогда, ни разу на практике его не встречал, но вполне возможно есть. Если мы его встретим, то мы поймем, о чем идет речь. Я возьму сейчас следующий глагол. Этот же корень я перенесу в структуру «эфиль». И у меня получится глагол «мегшир». «Мегшир». Глаголы «пиэль» и глаголы «эфиль» – это глаголы побудительного действия. То есть смысл этого глагола получается, можно так для себя объяснить. «Делаю так, чтобы получился смысл корня». Если «мегешер» у нас, например, было «делаю так, чтобы получился мост», это «строю мост». И «мегшир» должно означать примерно то же самое, но с каким-то оттенком. Я, например, для себя сейчас решаю, что если бы мне нужно было придумать все слова, о которых пойдет речь в течение этого урока, то «мегшир» – это «я превращаю существующий мост в разводной». Я делаю мост разводным. То есть таким образом я спасаю какой-то мост от разрушения. Вместо того, чтобы его убрать, чтобы можно было кораблям, например, проходить по реке, часть моста преобразуется. «Мегширим» – это «гешер». И дальше его можно использовать как разводной. Вот это слово я выбираю для этой процедуры. «Мегшир». Соответственно, глагол «уфаль» – пассивная форма. «Мугшар» я уже буду переводить как «превращенный в разводной», когда речь идет о мосте. Понятно, что у меня сработала одна логика. У каждого из нас своя логика. И кто-то из вас может придумать другой перевод этого слова. Так как слово еще не запущено в эксплуатацию, то понятно, что мы имеем право предлагать разные варианты. Мы рассматриваем слова теоретически. Я хочу этот же корень перенести в структуру глагола «поаль». И в настоящем времени. Я напоминаю вам, что я рассматриваю глаголы в настоящем времени. Потому что в настоящем времени это не только глаголы, это автоматически и существительное, и прилагательное. То есть, это же и мешкаль. Пиньян, он же и мешкаль получается. Я беру слово «гошер», так звучит этот глагол, в настоящем времени в системе «поаль», корень гиммель шин рейш. И давайте подумаем, как мы можем его перевести. То есть, если «макшир» – это превращает мост в разводной, то есть делает мост. «Мегашер» – строит мост. А «гушер» – это как бы должно переводиться, как «является мостом». Использует мост. И в каком бы случае, например, мы могли бы использовать это слово. Представьте себе самолет. Он после посадки подруливает к терминалу. И там появляется такой, условно назовем это, рукав. И вот этот гибкий рукав, он каким-то образом так вот подъезжает, приближается к самолету. И вот этот рукав, например, использование этого рукава, я и буду определять глаголом «гушер». «Гушер» устанавливает мостик между самолетом и терминалом. Использует мост. Или, например, если на трассе какой-то «гушер», то есть он использует мост в качестве дороги. Соединяет две части дороги мостом. Использует мост как дорогу. Примерно так. И, соответственно, в пассивной форме глагол «нифаль» у нас будет звучать как «нигшар». И «нигшар» мы, соответственно, переведем как то, что используется в качестве моста. Установленный, когда речь идет, например, о мостике между самолетом и терминалом. Я беру теперь глагол «идпоэль». Это возвратный глагол. И он будет звучать как «мидгашер». И «мидгашер» по смыслу – это наводится сам по себе. Когда речь идет о мосте. Строится сам по себе. Или использует самого себя как мост. В какой ситуации этот глагол мог бы вдруг нам встретиться? Представьте себе, что в военной технике существует некая такая машина, которая подъезжает к реке. У этой машины есть кран. И есть устройство, которое напоминает мостик. И вот эта машина при помощи крана своего же ставит этот мостик. По этому мостику переезжает на следующий берег. И при помощи крана опять этот мостик забирает и на себя закидывает. И на самом деле такая техника есть уже. Не только в армии. Я сказал, в армии не обязательно. То есть «идпоэль» – это способный самого себя перенести по мосту, которым он сам же и является. Примерно так. Самомастующийся. Если по-русски так наверняка нельзя сказать. Но чисто теоретически. Чтобы вы меня поняли. Теперь мы перейдем к существительным, образованным от глаголов. Я их называю существительные действия. Они же называются отглагольные существительные. И здесь не важно, как понять. Важно, что они строятся. Тоже все эти существительные по конкретным схемам. Не сложным. Рекомендую. У меня в каталоге начального уровня вы все это легко найдете. Я беру глагол «гошер» и от этого глагола я получаю существительного действия «гшера». Примерно как «согер» – это закрывает «сгера» – закрытие. Или «котев» пишет «ктива» – написание. «Коре» читает «криа» – чтение. Точно так же, если «гошер» – это устанавливает мостик между самолетом и терминалом. То «кшера» – это будет соединение, связывание мостиком, терминала и самолетом. Примерно так. Я беру слово «мегашер» – это глагол, который существует, единственный из всех глаголов. «Мегашер» – наводит мосты, строит мост. Соответственно, «гишур» – это будет наведение мостов, строительство мостов. Я беру слово «магшир» – теоретическое. И я решил, что это будет превращение моста в разводной. Соответственно, действие от «магшир» – это будет «агшара». «Агшара» – это примерно как «мазмин» – «азмана». «Мазмин» – приглашает, «азмана» – приглашение. «Махлит» – решает. «Хахлата» – решение, принятие решения. «Магдиль» – увеличивает. «Гагдала» – увеличение и так далее. Стандартные схемы. Я беру слово «мидгашер». Мы сказали, что это самостроящийся мост, самомостящийся. Я шучу сейчас, нет такого слова, но неважно. По смыслу мы поняли. Это «мидгашер». И отсюда слово «самонаведение», как о мосте. «Перенос самого себя при помощи своего же моста». Это будет называться «идгашрут». По аналогии, например, если я беру «мидгашер» слово. «Мидгашер» – это «звонит», «связывается», то «идгашрут» – это будет «соединение», «связывание». По этому же принципу «мидгашер» – «идгашрут». И теперь давайте будем строить новые слова. Я беру сейчас слово «гашур». «Гашур» от слова «гошер». Ну, например, если «котев» это пишет, то «котув» написанный. Если «согер» закрывает, то «согур» – это будет «закрытый». И «гошер» мы решили, что этот глагол у нас будет называться, будет означать, как устанавливает мостик между самолетом и терминалом. Или там, например, «трап» бросает, кто-то, может быть, скажет. Вполне может быть. То «гашур» – это будет «установленный в качестве мостика». Или там, «установленный в качестве трапа». Если кому-то морская тема ближе по смыслу. «Гашур» – такой же «мешкаль», как в слове «согур» или «патуах». Давайте возьмем теперь слово «вав». И возьму слово, которое у нас внешне напоминает слово «гэшер». Но мы его прочитаем, как «гашар». И «гашар» – вот это «аа» – одна из схем, которые передают название профессии. «Гашар» – это у нас будет тот, кто строит мосты. «Мостостроитель». «Гашар» – по аналогии «котев» пишет, а «котав» – это журналист, тот, кто пишет. Или, например, «месапер» – это подстригает. А «сапар» – у нас парикмахер, тот, который стрижет. В нашем случае «гашар» – это будет «мостостроитель». И опять я подчеркиваю, что такого слова на практике вы не найдете. Не ищите его в словарях. Чисто теоретически я сам придумал слова, чтобы показать вам, как «мешкали» работают, если мы в них ориентируемся. Я беру теперь другую схему названия профессии, определения профессии. Мы прибавляем еще «ан», скажем так, что это суффикс пусть у нас будет. И у нас получается слово «гашран». «Гашран» – это тоже тот, кто каким-то образом создает мост. Но если мы сказали, что «гашар» – это «мостостроитель», то «гашран», например, это тот, кто в каком-то приборе будет бросать мостик, делать соединение от одной детали к другой. К примеру. То есть, чтобы разделить. Есть «гашар» и есть «гашран». И тот, и другой делают мостики. Но один мост большой, настоящий. Другой делает там где-то мостик. Или, если я правильно разбираюсь, поправьте меня. Мост может быть, когда есть проблема с зубами. Может быть, там «гашран» – это специалист по мостам какой-то он делает в зубах. «Гашран». Теперь профессия. Тот, который занимается тем, чем занимается «гашран», можно сказать, что его профессия «гашранут». «Гашранут» – это установление соединений мостиками. Теперь я возьму три буквы корня и вставлю «ют» между второй и третьей буквой корня. И у меня получится слово «гашир». По этой схеме у нас строятся слова, которые передают качество. Например, если «охель» – это «ест», то «ахиль» – это «съедобный», обладает качеством еды. Если «девик» – это «клей», то «давик» – это «клейкий». Если «шовер» – это «ломает», то «шавир» будет «ломкий». Соответственно, «гашир» – это будет что-то, что можно использовать в качестве моста. Например, стволы деревьев с толстыми сильными стволами – это вещь, которую можно сказать «гашир». То есть это мы можем перебросить между берегами реки и использовать несколько таких стволов в качестве моста. А вот если, например, у нас ствол будет тонкий или неровный, например, мы скажем «логашир». То есть его нельзя использовать в качестве моста, по нему там, например, техника перейти не сможет. То есть «гашир» обладает качеством. В данном случае – качеством, связанным с мостостроением, качеством моста. Соответственно, мы можем прибавить окончание «ут», и у нас получится «гаширут». И «гаширут» – это будет свойство моста, свойство наведения. Какое-то уже абстрактное техническое понятие, связанное с возможностью использования в мостостроении. Слово, которое внешне выглядит точно так же, как «гашир», можно прочитать «гшир». И это тоже отдельный мешкаль, отдельная схема. Внешне они выглядят похоже. «Гашир» и «гшир». Я, например, сейчас скажу, мне приходит в голову, что «гшир» – это будет опора, на которой держится мост. То есть представьте себе, что если мост длинный, то устанавливаются опоры в виде столба или в виде какого-то строения. И вот «гшир» – так называется эта опора, на которой держится сам мост. Я, например, такой вариант предлагаю. Возьмем следующее слово. К корню из трех букв мы прибавим окончание «тав». И это популярная, известная, знаменитая схема болезней. То есть многие названия болезней, далеко не все, но примерно половина болезней в иврите, они строятся по такой схеме. Ивритские названия болезней. Например, «далекет» – это воспаление. «Шапат» – это грипп. «Назелит» – насморк. И, соответственно, мы прочитаем «гашерет». И «гашерет» – это какая-то мостовая болезнь. Чисто теоретически, мостоболезнь. Например, это может быть болезнь, которой страдают строители мостов. У них появляются какие-то там профессиональные заболевания. Или это может быть болезнь моста. То есть мост, если его неправильно эксплуатировать, то через какое-то время появляется коррозия или какие-то там другие проблемы и так далее. То есть эту вещь назвали как болезнь моста, проблемы моста. Очень популярная схема. Я беру опять три буквы корня, прибавляю букву «тав» в приставку и вставляю букву «ют». И у меня получается слово «тагшир». И «тагшир» обычно, вот построение, нам напоминает глагол «эфиль». «Магшир» у нас сегодня был. «Магшир» и «тагшир». Как правило, вот глагол «эфиль» связан с этим мешкалем. И мы сказали, что «магшир» в нашем условном словопостроении, «магшир» это преобразует мост, делает из обычного моста мост разводной. То есть «тагшир» тогда мы переведем как технический расчет по преобразованию моста в разводной. Примерно так. А тот человек, который будет заниматься вот этим техническим расчетом по преобразованию моста в разводной, он будет называться «тагширан». А наука или профессия, которая вот этот занимается «тагширан», будет называться в еврите «тагширанут». Я беру сейчас следующее слово. И давайте я просто здесь поменяю. Вместо «тагширанут» у меня будет «мем». И у нас была схема «тагширан». Но мы можем непосредственно глаголу и филь прибавить еще суффикс «ан». И у нас получится «тагширан». Так вот, если «тагширан» мы сказали, что это специалист по техническому расчету, то «тагширан» это будет специалист непосредственно по преобразованию мостов в разводные. А его профессия на еврите будет называться «макширанут». И это новые мешкали. То есть, скажем так, еще, может быть, лет 30 назад этих мешкалей не было. Они появились относительно недавно, потому что еврит развивается, появляются новые термины, и, соответственно, возникает необходимость в построении новых слов. Даже теоретически, таких, как сегодня мы это сделали. Теперь я возьму три буквы корня и прибавлю к ним приставку «мем». Здесь возможны разные варианты. Приставка может звучать как «ми», примерно как в слове «мифаль» или «миклад». И это «место». Это мешкаль, который определяет место, где что-то происходит, связанное со смыслом корня. То есть, мы прочитаем тогда это слово как «мигшар». И в современном языке многие писали бы с буквой «ю», чтобы не перепутать с другим словом, о котором чуть-чуть позже я скажу. «Микшар» – это будет место, подходящее для строительства моста. Или там подходящее для переправы при помощи временного моста. Например, представляем себе, что есть река, и в каком-то месте два берега, они относительно близко находятся друг к другу, и подъезд к этому месту с двух сторон довольно несложный. И это место строителями будет выбрано как приоритетное. И вот это место в научной, в технической, в военной литературе будет называться «микшар» – подходящее место для установления, для строительства, наведения моста. Теперь я беру другое слово, и приставка будет звучать как «ма», примерно как в слове «махшев». И «махшев» – это устройство, устройство, которое используют, и дальше уже смысл корня. То есть в данном случае мы прочитаем это слово как «магшер», «магшер», и это будет устройство для наведения моста. Представьте себе, речь идет о небольшом каком-то ручье, и нужно сделать маленький мост, и тут приезжает такое уже устройство, мы назовем его «комбайн моста-укладчик», и он на иврите будет называться «магшер». Устройство для устройства, это может быть не обязательно единица, это может быть комплекс какой-то для наведения моста. Магшер. Соответственно, чтобы я не забыл, и в предыдущей схеме, и в этой схеме может еще добавляться буква «гэй». То есть, может быть, это слово будет с буквой «гэй», и тогда мы его прочитаем как «магшера». И это тоже будет какое-то устройство. Или, если это по предыдущей схеме, мы прочитаем как «мигшара». Примерно как «миштара». «Мигшара». И это будет «место». Место, связанное с мостом. Я сейчас уже, у меня фантазии не хватает придумывать различия. Подскажите, как можно было бы перевести слово «мигшара» и «магшера», чтобы это было связано с мостом. Соответственно, в конце, вместо буквы «гэй», может быть, буква «тав». Это будет у нас схема построения слова, как в слове «мирпэсет». И по аналогии со словом «мирпэсет» мы прочитаем вот это слово как «мигшерет». «Мигшерет». И если вы меня спросите, что такое может быть «мигшерет», «мигшерет», я вам скажу, что при соединении мостов, например, частей моста, бывает, что между двумя блоками, двумя панелями остается какое-то расстояние. И чтобы никто там случайно ногу не просунул, не пострадал. Или при движении, например, колонны, чтобы колеса не пострадали. Вставятся туда какие-то детали такие, не знаю, как их правильно назвать. В эти зазоры вставляются элементы для того, чтобы при движении колес или при движении людей ничего вот между панелями не упало, никто чтобы не пострадал. Вот я, например, предполагаю, что такой элемент мог бы называться «мигшерет». Сейчас мы переходим, или нет, еще не переходим. Давайте у меня еще. Я беру еще довольно популярный «мишкаль», примерно как «тикшорет» или «тизморет». В данном случае мы прочитаем с корнем «гшер», мы прочитаем «тигшорет». И «тикшорет» – это будет какое-то мостовое соединение, связь из нескольких мостов. Например, то, что я говорю, примерно как «тизморет» – это объединение нескольких музыкантов. «Замар» – это музыкант, «тизморет» – это оркестр, или «тикшорет» – это средство связи, то есть соединение нескольких компонентов. Также и здесь «тикшорет» – это будет мостовое соединение, то есть связь нескольких мостов, между которыми стоит, я сейчас уже на самого себя ссылаюсь, стоит «кшир». «Кшир» – это вот столб, на котором все это держится. А дальше несколько отдельных мостов вместе соединяются. Теперь я хочу перейти к относительно редким словам. Например, я возьму слово «мигшор». Или можно его прочитать как «макшор», примерно как «машков». «Макшор» – мы сравниваем наши теоретические слова со словами существующими. И «макшор» – это, может быть, было бы какое-то фиксирующее соединение между частями моста. То есть, чтобы они там случайно не были подняты, их соединяют вместе каким-то соединением. И это можно было бы назвать «макшор». Если, например, нам не хватает глаголов с этим корнем. То есть, бывает ситуация в виврите, когда, например, с глаголом «котав» – это самый, наверное, популярный пример. Там уже не хватает просто всех беньянов для того, чтобы передать смысл. Очень много смысла нового появляется со словом «писать». И вдруг нам не хватает глаголов для передачи значений моста, мостостроения. Тогда я беру, например, глагол «мегашер» – «пиэль». В глаголах «пиэль» и в глаголах «идпоэль» и, соответственно, в пассивной форме от «пиэля» – «пуаль» у нас могут быть глаголы с четырехбуквенным корнем или пятибуквенным тоже может быть. Но стандартные – это три-четыре буквы. Так вот, четыре буквы корня могут быть только в «пиэле», в «пуале» и в «идпоэле». И я хочу из глагола «пиэль» получить какой-то вспомогательный глагол. Я добавляю букву «тав» еще и получаю глагол «метагшер». По аналогии с глаголом «метадлек» – «заправляет», «заправщик». «Делек» – это горючая. «Метадлек» – «заправляет». И здесь мы теоретически получили глагол «метагшер». Как мы переведем этот глагол «метагшер», например, используют старые мосты, чтобы преобразовать их в современный мост. Чисто теоретически. Я помню, еще и 30 лет не прошло, были мосты в районе Хеврона, между Хевроном и Хальхулем, и возле Явны. Может, еще подскажите мне, старые турецкие мосты. Такие вечные мосты. Турки, они очень хорошие мостостроители. И, например, «метагшер» – это вместо того, чтобы развалить вот этот мост, очень жалко, красивые были, интересные такие мосты. Их просто развалили, и вместо них построили другие. А можно было, например, «летагшер». «летагшер» – это преобразовать старый мост в новый. Каким-то образом. Отсюда, из «метагшер» я беру существительное действие, и оно будет звучать как «тикшур» – строительство нового моста на месте старого моста, без разрушения старого моста. Или, например, я беру глагол «метагшер» и превращаю его в «пуаль». В пассивную форму от «пеля» у меня получается «метукшар». Я сейчас уже не буду ломать язык и говорить, как его перевести, потому что все это теоретически. Теперь возьмем слово, что я еще, секундочку, я соображаю. Я еще забыл слово «гошер». «Гошер» – это, например, как «орых». «Орых» – длинный, «орых» – длина. Или, например, как «омок» – глубокий. «Омик» – это глубина. Соответственно, «гошер» – это будет какой-то термин, связанный с мостом. Например, там «кривизна моста». Если в мостостроительстве есть такой коэффициент, и такой термин используется, как «кривизна». Ну, какая-то техническая характеристика, которую можно измерить. И вот это у нас будет «гошер». Я возьму слово «гишра». «Гишра» в современном языке можно было бы написать с «и», примерно как «семла». «Семла» – правда, чаще пишут все-таки не с «и», я имел в виду с буквой «ют». «Семла» – это платье. «Гишра», может быть, по аналогии, это будет конструкция, которая в примитивных мостах – это поручни там какие-то, да, а в серьезных мостах – это целые соединения сбоку для того, чтобы удерживать всю эту конструкцию. Так, вся эта боковая конструкция, чисто теоретически, могла бы называться «гишра». «Гишра». И еще давайте возьмем одно слово «гошра». «Гошра» – это будет у нас компьютерная программа по расчету мостов. По аналогии, если у нас «ломда» – это учебная компьютерная программа, если у нас «хомра» – это материальная часть компьютера, то, соответственно, «гошра» – это будет какая-то компьютерная программа по расчету мостов. И я сейчас уже боюсь, что я, наверное, исчерпал как бы основные мешкали, основные схемы, которые я хотел сегодня привести. Вполне возможно, если я сейчас подумаю, я еще что-нибудь вспомню, но я думаю, что вполне хватит. Это основные схемы. Если вам этот урок показался сложным, непонятным, ни в коем случае не отчаивайтесь, но систему мешкали, систему слова образования желательно все равно знать. Это не всем подходит, не всем это нравится, не всем это нужно, но если вы чувствуете, что вам это интересно и вам это помогает в изучении иврита, перейдите в моем каталоге. На каждом уровне есть схемы слова образования на начальном, на среднем и на продвинутом и постепенно двигайтесь по этим схемам. Я очень надеюсь, что я вас не замучал и что это было в меру нудно и, может быть, кому-то интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейт Раут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова